Владимир Волков провел встречу со старостями поселков и деревень Люберецкого городского округа. Мероприятие прошло в Красковском культурном центре. Формат позволяет обсудить любой вопрос, а их было много. Тему продолжит наш корреспондент. В приветственном слове Владимир Волков попросил участников встречи не стесняться и открыто говорить о своих идеях, проектах и, конечно, проблемах. Следующий год у нас такой должен быть праздничный не с точки зрения одни шарики запускаемые, салюты и так далее. Все, что с этим связано. А именно он должен быть приближен к людям, он должен быть запоминающимся с точки зрения решения старых проблем. Коллеги, формат у нас примерно понятен. Любой из жителей задаст любой вопрос, тут никаких нет. Вот Альбина Сергеевна, вы сидите с Владимиром Михайловичем рядом. Давайте тогда вы житель Марусина активную. У жителей Марусина несколько вопросов. Во-первых, парк, который ждут с 2014 года. Во-вторых, тротуар вдоль ограда одного из закрытых коттеджных поселков. В-третьих, все больше марусинцев пользуется инфраструктурой микрорайона «Самолет». Вопрос тоже немаловажный. У нас сейчас в самолете инфраструктура и там ЛПЦ, и школа, лицей. Скоро откроется поликлиника. И вот, как мы называем народную тропу, нужно облагородить. Сделать, чтобы было доступно. Потому как дети учатся в школах, и МФЦ пользуются люди, значит, и будет, естественно, поликлиника. Там открыто. В деревне Матяково пару лет назад Росавтодор проложил тротуар. Жители благодарны. Но, по их мнению, имеются серьезные недостатки. Раньше тротуар проходил близко к заборам частным. И между дорогой и тротуаром обочина земляная. И с дороги, конечно, мусор, вода, грязь попадала сюда, и можно было по дорожке идти. Сейчас Автодор сделали хороший, казалось бы, тротуар. Но они максимально приблизили его прямо сразу у дороги. Тротуаром пользоваться нельзя. У жительницы поселка Томилино два вопроса. Первый касается долгостроя, жилого комплекса «Звездный», каркас которого возвышается более 10 лет. Пострадало более 100 дольщиков. Деньги всем уже вернули. Но что будет с заброшенной стройкой? Второй вопрос – благоустройство детской площадки. Меня зовут Тамара, это со второго жилина. У меня вот проблема уже давно стоит. Детская площадка. У нас одна детская площадка сделали. Спасибо Томилино. Теперь я хочу, чтобы мне вторую площадку сделали, там устроили. Также участники встречи обсудили вопросы транспорта, ремонта мостов, обустройства ливневой канализации, установки ограждений вдоль тротуаров и другие темы. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.